Всем привет, кто сегодня с нами. Меня зовут Георгий, я менеджер по работе с клиентами компании Otus. И добро пожаловать на День открытых дверей по курсу MS SQL Server разработчик. Сегодня мы с вами познакомимся с этим курсом поближе и хотелось бы сейчас вас попросить поставить плюс или минус, соответственно, знакомы ли вы с нашей компанией или нет. Ссылочка на чат должна быть доступна у всех. Сегодня на День открытых дверей мы с вами познакомимся и зададим самые важные вопросы нашему преподавателю курса. Павел, добрый вечер. Всем добрый вечер. Меня зовут Старикалов Павел, я руководитель и преподаватель курса MS SQL Server. Сегодня поговорим о нем подробно. Сейчас еще немножечко расскажу про нашу компанию. Поговорим про вакансии, требования к соискателям этого направления. Затем расскажу о содержании самой программы, про компании-партнеры, которые участвуют на данном курсе. И что такое карьерное консультирование в Отус и как оно организовано. Также в конце мы будем читать вопросы из чата, если таковые будут иметься, и отвечать, собственно, на них. Сейчас я вкратце вам расскажу про нашу компанию. Отус изначально задумался как компания, которая позволяет соединить лучшие компании в своей сфере и лучших специалистов отрасли, чтобы они работали в одном месте с одной целью – улучшать все знания друг друга. Отус создает такие курсы, которые повышают эффективность существующего технического образования, где каждый учит каждого. То есть у нас не только преподаватели участвуют в обучении, но и сами студенты зачастую помогают друг другу. Мы обучаем экспертов, которые готовы эффективно учить, и для этого у нас создан отдельный специальный отдел для повышения качества образования наших курсов. Здесь вот представлены фотографии наших основателей – это Дмитрий Волошин и Виталий Чибриков. И хотелось бы, наверное, немножко похвастаться нашей статистикой, нашими цифрами. У нас ведется активный подсчет студентов, которые прошли у нас обучение, и на данный момент эта цифра составляет 11 192 человека, которые уже прошли обучение по программам. В этом году было собрано уже 376 групп. У нас работает 331 отличный преподаватель, который помогает во всем нашим студентам. 38% студентов, которые проходили у нас курсы, уже получили приглашение от партнеров, которые участвуют в наших курсах, крупные компании и всеми узнаваемые. Также выпускники, которые уже прошли наши курсы, в 35% случаев возвращаются к нам, чтобы попробовать себя в чем-то новом, повысить свою квалификацию еще больше и идти к новым успехам. Сейчас мы вкратце познакомимся с нашим преподавателем. Павел, я его уже вам сегодня представил. Павел, привет еще раз. Хотелось бы услышать от тебя какой-то краткий рассказ о себе, с чего ты начинал. Да, еще раз всем добрый вечер. Зовут меня Стрикалов Павел, как уже говорил, как меня представили. В IT я около 15 лет уже, но интересовался всем со школы еще программированием. Все эти 15 лет я с SQL Server работаю и с точки зрения программирования, и с точки зрения администрирования. Начинал я, занесло меня в SQL Server так, что была система документа оборота, которую использовала SQL Server, и приходилось, то есть пришлось его сопровождать, его администрировать и какие-то разработки на нем вести. Порядка 10 лет с C-Sharp еще я, и последние 5 лет еще с Java. То есть у меня вот такой основной стек. Но также занимаюсь и другими всеми смежными технологиями, в том числе и фронт-кендом приходится заниматься. Но в основном, конечно, это бэк-энд. Работаю я сейчас в организации Greenatom в одном из филиалов. Это IT-интегратор в Росатоме. Он занимается IT-шной частью Росатома и рядом других направлений. Вот у себя преподаю еще на Java. И вот руковожу и преподаю на курсе по SQL Server. Ну, кратко вот так. Паш, еще такой вопрос от тебя. Как ты считаешь, какое самое важное качество успешного специалиста в своей отрасли? Ну, самое важное, первое, это, конечно, глубокое понимание технологий, в котором специализируется тот или иной человек, можно сказать. Но второе, не менее важное, это широкий кругозор, я считаю, всех смежных технологий. То есть, если, например, мы говорим про SQL Server, про базы данных, то нужно ориентироваться, как приложение строится, как архитектура вокруг строится. Также спускаться ниже на сетевой уровень, разбираться, как пакеты ходят, как и маршрутизация. Конечно, не так, как, скажем, сетевики, как их называют, разбираются, как сетевые инженеры, но иметь представление об этом надо. Ну, также и в других областях. Если, наоборот, кто-то занимается сетевой инженером, он должен все равно и выше знать, как архитектура строится, и ниже. То есть, помимо узкой специализации в том же SQL Server, раз мы уж о нем говорим сегодня, то и по смежным базам данных тоже нужно ориентироваться. Не всегда SQL Server даже будет и хорошим решением. То есть, по MySQL, по Postgres ориентироваться, в новой SQL базах данных. То есть, у нас область большая. То есть, вот первое глубокие знания по какой-то основной технологии и широкий кругозор. Спасибо за слова. Сейчас, я думаю, стоит познакомить наших слушателей с обзором вакансий, да, проанализируем актуальные, которые сейчас от требований на рынке, и, собственно, требования к соискателям. Я сейчас открою презентацию, и Павел вкратце вам расскажет обзор рынка труда. Ну, вакансий по SQL Server видно, что довольно много на рынке. На слайде вот некая выборка на какую-то дату с HeadHunter.ru, насколько я понимаю. То есть, о чем здесь речь? О том, что специалисты в целом востребованы. Надо здесь честно отметить, что есть тенденция к импортозамечению у нас и переход на другие базы данных. Но, тем не менее, это в основном госорганов касается, хотя это и существенная доля рынка, но, тем не менее, в других организациях, даже в тех же госорганах на SQL Server, очень много продуктов, информационных систем. Так что рынок и работы еще очень много. По регионам, если смотреть, и по зарплатам, конечно, в Москве зарплаты гораздо выше, в регионах ниже. Я сам в регионе нахожусь. Ощущается? Это, конечно, да, серьезно ощущается разница с Москвой по местным зарплатам. Но тоже SQL Server позволяет удаленно работать. То есть, есть много вакансий удаленных, как по администрированию, так и по разработке. SQL Server, учитывая ситуацию за последний год, удаленная работа только еще... Убирает обороты, да. Наша отрасль даже выиграла с точки зрения работы, потому что у нас, как ни у кого есть возможность... Не теряются места, мне кажется, еще. То есть, находишься на удаленном, никого не страшно заразить. Да, то есть, у нас есть возможность работать удаленно, то есть, мы не работаем со станками там. Ну, я имею в виду, не вытачиваем детали. А те же станки можно программировать удаленно. Некоторые. По требованиям вакансий, на слайде вот тоже пример есть вакансии, которые требуются. Вот оттуда мы все буквально практически рассматриваем в курсе. Единственное, опыт разработки отчетности с помощью SSRS, SQL Server Reporting Services. Мы вот только в будущем группа, которая у нас стартует, включили занятия по как раз репортным сервисам. До этого не было. То есть, получается, курс был переработан, да, и добавили вот эту часть еще? Да, мы смотрим по отзывам, обратную связь получаем, анализируем, и стараемся дорабатывать. Улучшаем, да. Улучшаем, дорабатываем. Тут вакансия на слайде пример уже по Allap. По Allap у нас тоже есть отдельный модуль даже. Рассматриваем, как строятся кубы Allap, что это такое вообще, что такое Allap. Конечно, рассматриваем, в чем отличие от LTP-систем, ну и как их проектировать. Сейчас я, конечно, на этих терминах не буду останавливаться. Это как раз мы все рассматриваем в курсе. Здесь на слайде информация о том, что SQA все еще актуальный, несмотря на тенденции импортозамещения. Находится в тройке лидеров по рейтингу, который вот здесь представлен. То есть это актуально. Все еще востребованы, да, и я понял. Ну, здесь какой-то, ну, тоже рейтинг, который показывает, что... Вольность серверов SQA. Так, ну, в принципе, все. Спасибо, Павел, еще раз. Сейчас, наверное, собственно, можно перейти к самой программе курса. Сейчас Павел нам покажет свой экран и пробежимся по каждому уроку и вкратце познакомимся с этой программой. Да, коллеги, по программе. У нас в программе курса выделено три модуля. И курс немножко строится не так, как другие курсы по базам данных. Обычно подобные курсы начинаются с тем по проектированию, по нормализации. И подобным у нас это, наоборот, во вторую очередь, во втором модуле. Мы начинаем наш курс с модуля, который условно называется использование базы данных. И начинаем, по сути, с рассмотрения оператора Select. Первой темой, конечно, рассматриваем вообще архитектуру S-код сервера, как его установить, как использовать инструменты для разработки. А дальше целый блок нескольких занятий посвящен исключительно оператору Select. то есть на демо-базе, которая есть в Microsoft, мы рассматриваем, ну как, начинаем с простейших, конечно, тем, потом углубляемся, рассматриваем и оконные функции, и динамический SQL, и XML JSON. И начиная уже с первых тем, мы говорим и про оптимизацию запросов. То есть сразу говорим о том, что такое индексы, и как их использовать. Говорим о том, что такое планы запросов, для чего они нужны, и как помогают нам в оптимизации запросов. Дальше, конечно, мы говорим и про операторы изменения данных, то есть апдейт, делит, инсерты, про изоляцию транзакций, вообще про транзакции, что это такое, как они работают, и как работать с ними в SQL Server. Потом у нас тема по хранимым процедурам, функциям, и заканчиваем мы первый модуль используем в CLR. Кто не знает, что это такое, это, по сути, написание хранимых процедур, функций и некоторых других объектов на языке C Sharp, то есть на бутнете. То есть это позволяет нам выйти за рамки SQL, то, что не позволяет написать нам SQL. То есть первым модулем по большей части именно по... Он посвящен тому, что как использовать существующую базу данных. Второй модуль называется у нас проектирование базы данных. Он посвящен уже разработке базы данных. То есть начинаем мы с темы, посвященной проектированию. Здесь мы говорим про нормализацию, про геонормализацию, ну и другие сопутствующие темы. Конечно, говорим о том, как создавать базы данных, DDL, подможество языка SQL. Говорим о типах, которые есть в SQL Server, подхода к проектированию базы данных. Более подробно разговариваем про индексы, то есть какие индексы есть, полнотекстовые и некоторые другие. Дальше вот уже у нас целый модуль идет как раз посвященный LTP и LAP. Здесь мы говорим о чем отличаются LTP и LAP системы, как подходить к проектированию одних и других. Говорим про хранилище данных, про LAP, про кубы, то есть про службы анализа SQL Server. Немножко затрагиваем тему, одно занятие у нас только про службы интеграции SIS. Дальше как раз вот то занятие по reporting services, о котором я говорил, и говорим еще про очереди, про сервис брокер, то есть про синхронную работу в SQL Server. И второй модуль у нас заканчивается семинаром по проектам. Начиная со второго модуля у нас начинается проектная работа, то есть у нас задания, если первого модуля, в основном они на демонстрационной базе данных, то есть выполнить ту либо иную выборку, то начиная со второго модуля, буквально с первого занятия у нас уже домашние задания ориентированы на проектирование своей базы данных, своего проекта, который мы рассматриваем на семинаре по проектам в конце модуля. То есть вы рассказываете о своем проекте и получаете обратную связь, как от преподавателей, так и от коллег, которые вместе с вами обучаются. Третий модуль у нас оптимизация администрирования базы данных. Тут мы чуть глубже смотрим на то, как оптимизировать запросы и также рассматриваем некоторые темы, связанные с администрированием, то есть по безопасности, по резервному копированию и ряд других. Здесь стоит отметить, что курс у нас ориентирован именно на разработчиков, то есть не на администраторов баз данных. Если вы с точки зрения администрирования пойдете на наш курс, то я сразу могу сказать, что может быть разочарование, потому что большой охват тем именно по администрированию у нас не входит в курс за рамками курса. У нас курс ориентирован именно на разработчиков, но есть некоторые темы по администрированию, которые, как мы считаем, должны разработчик разработчики должны в них ориентироваться то есть их знать и заканчивается у нас курс это уже окончательной защиты проектов то есть те проекты которые вы создали вы защищаете то есть во втором модуле называемая предварительная защита условно потом в рамках третьего модуля вы еще доделываете проект и его защищаете тоже с получением обратной связи проект это может быть такой классический скажем так проект некая база данных в которой ну условно интернет-магазин например которую вы проектируете вы можете что-то полностью выдумать свое то есть совсем как бы выдумать проект и его делать можете и какую-то рабочую задачу принести если конечно позволяет это вопрос пока пока еще помню получается то что человек например у него есть какой-то рабочий кейс до проект которым он уже работает и он может собственно обсудить это с преподавателем с тобой да и как проект на работу закрывать этот рабочий проект и совместить так сказать обучение работы да да конечно можно но если конечно идеи там позволяет и прочее то есть тоже такая спасибо специфика а так можно то есть у нас каких-то рамок таких узких нет ну и проекты могут быть очень интересные не тут не то что просто вы базу данных создали были случаи что у нас в одном проекте например таблиц скажем так базе данных практически не было но зато была мощная обработка в них процедурах логика там отчеты разных формировались интересно вот то есть это условный усредненный пример обычный но также могут быть какие-то очень интересные сторону проекты по программе спасибо паша сейчас переключу на свою демонстрацию так ну сейчас наверное стоит еще несколько вопросов задать в основной программе наверно самое основное вопрос как ты считаешь вообще вот у нас этот курс идет четыре месяца за эти четыре месяца возможно освоить все эти 35 модули которые точнее 35 уроков которые находятся в трех модулях этого курса ну конечно можно но это потребует сил и усилий то есть не все доходят до конца усидчивость и времени правильно время выделять и усваивать изучать материал тут конечно зависит от уровня первоначального тоже стоит сказать что курс ориентирован не на новичков то есть в том смысле что у вас уже какой-то опыт должен быть другими базами данных ну в идеале другими базами данных и либо какой-то начальное знакомство с сколь сервером если вы совсем с нуля не видели не сколь сервер совсем не понимаете что такое база данных то вам может быть сложно и может даже и не получится пройти по той причине что придется много времени уделять и может разбирать какие-то темы которые мы предполагаем что вы знакомы с этим поэтому имейте ввиду что у нас предполагаются какие-то начальные базовые знания для этого собственно и придуман тест входной который дает понятно человеку насколько хорошим в той или иной афере по данному курс насколько готовы к усвоению материал смотри еще хотелось бы уточнить у тебя такой момент насчет литературы то есть все вот уроки они же откуда-то взяты на основе чего-то и хотелось бы уточнить для наших студентов будет доступна эта литература которую вы используете в качестве задач на адам да и так далее то есть будет какой-то список литературы с которым мы даем то есть то есть во первых из материалов у вас конечно остаются записи занятий у вас презентации остаются то есть в рамках занятия показывается презентация также мы даем ссылки на дополнительные материалы то есть может какие-то из них будут обязательные для изучения но большинство все-таки уже идут как дополнительные для того чтобы углубиться в какую-то ту или иную тему спасибо паш смотрите принципе я думаю что вопросов по самой программе пока что больше нету если такие возникнут вы можете написать об этом счет и мы ответим вам более подробно сейчас на этой странице можете увидеть собственно формат обучения да и когда сам курс выпускается обучение нас проходит четыре месяца как я уже сказал ранее сам старт занятия нас 28 августа то есть уже в этом месяце все обучение нас проходит формате онлайн два раза неделю вот получается этот курс проходит в среду и субботу среду 8 часов вечера и в субботу в 10 утра получается если у кого-то из вас не получается присутствует на каком-то уроке да мало ли что может произойти какие жизненные обстоятельства вы можете в течение ближайших двух дней наши записи вебинаров загружаются ваш личный кабинет вы спокойно приходите я ознакомлюсь с ними задается вопрос преподаватель наверное вот как раз про уровень знаний который вам необходим как павел сказал то что этот курс предназначен скорее для разработчиков уже с опытом работы с базами на уровне знаете там делал и использовал но как внутри работает не знаю пока например через орн тоже и разработчиков с небольшим опытом работы с базами данных и желанием собственно продвигаться дальше во время курса павел будет подробно разбирать язык запросов и внутренние процессы базы данных происходящие на всех этапах работы подробно рассмотрит оптимизацию кода как нужно писать расскажем о популярных граблях и чтобы все это вы смогли обойти успешно про выпускной проект тоже думаю стоит добавить пару слов это ваша задача будет заключаться создание оптимизации собственной базы данных и своей компании как говорил павел раньше преподаватель поможет вам с выбором темы и подскажет как уменьшить собственно количество работ количество работы а у вас появится возможность получить обратную связь и отработать уже полученные знания на реальном материале собственно говоря смотрите вот получается первые демо дей проходит сегодня у нас следующие два занятия будут у нас 12 августа и 23 если у вас останутся какие-то еще вопросы вы можете посмотреть потому что будут разбираться уже другие тем которые затрагиваются самом курсе дел как раз сказать что на открытых уроках вот которые анонсированы на экране вы видите 12 августа по искусству и докеру 23 по управлению версиями как раз это темы дополнительные то есть в курсе мы это рассматриваем прошу прощения да то есть на открытых уроках стараемся именно какие-то дополнительные темы рассматривать немножко ну которые конечно относится к сквозь сервер но которые в основном в основной курс не вышли ну чтобы не было такого дублирования прямо то есть это как дополнительный материал и курсу ну и просто открытые изменения спасибо за поправку смотри наверное сейчас отвечу точнее приведу наверное самые часто задаваемые вопросы вот собственно у нас есть раздел факт на сайте здесь приведены как раз вот эти вопросы сейчас я зачитаю да некоторые из них собственно формат обучения у нас онлайн да как я уже говорил ранее два раза в неделю по полтора часа по вечерам ссылка собственно сам вебинар будет присылаться вам в личный кабинет 15 минут до начала самой трансляции все общение которое проходит между студентами и преподавателем находится в слайке часто преподавателю можно задать вопросы по выполнению домашки сдать собственно саму домашку получить обратную связь по его выполнению или например если такой кейс что вы не справляетесь тем или иным заданием можете скинуть его преподавателю и уточнить собственно что поправить что исправить и как собственно справиться слаг это является у нас основным каналом получения информации и любым возникающим вопросом здесь можно задать вопрос по домашке той же и вам могут ответить не только преподаватели но и студенты которые уже сталкивались с подобной проблемой либо же владеет информацией в этой степени так и вот собственно тоже эту тему я затрагивал уже что делать если не успел прийти на занятия онлайн и получается так что не успеваешь пропустил там одно или два занятия каждое занятие записывается у нас и выкладывается в течение двух дней ваш личный кабинет чтобы вы смогли в любое свободное время далее ознакомиться с ним не потеряв при этом знания которые могли уже получить собственно про проверку домашних заданий в разделе мои курсы вашего личного кабинета вы выбираете нужный курс кликаете по занятию и в разделе домашних заданий вы можете найти как раз эту кнопку участвовать подавателем вас перекинет на флаг куда и загружается домашка после отправки у преподавателя также есть 48 часов чтобы внести какие-то правки по вашему заданию либо его проверить и принять и собственно вообще просто отреагировать что из себя представляет сама проектная работа которая проводится по окончании самого курса это грубо говоря общий результат всех домашек которые вы будете проходить во время обучения как правило это законченный эти проект которые вы можете использовать в качестве портфолио или его части собственно сама проектная работа и все модули домашних заданий будут у нас приведены вместе с сертификатом отдельным списком насколько хорошо с этим справились и так далее и это все можно будет также прикрепить в портфолио собственно когда и при каких условиях выдается сертификат окончания обучения дата выдачи будет указана также у вас личном кабинете сертификат выдается при полной оплате курса и в нем собственно будет указано количество выполненных домашних заданий как я сказал тему проектной работы если она была защищена вами и представлена на курсе и сертификат будет также доступен в электронном виде и вы можете сразу оттуда его загрузить на headhunter чтобы ускорить процесс также довольно частый вопрос для людей которые собственно уже с опытом в той или иной сфере к нам приходят и задают такой вопрос можно ли получить удостоверение о повышении квалификации помимо самого сертификата ответ на этот вопрос очень простой да конечно это можно сделать если у вас уже есть собственно база знаний вы работаете по данной специальности и вы можете запросить у нас данное удостоверение и мы с радостью вам в этом поможем вот наверное сейчас после наиболее задаваемых вопросов можно перейти уже к тому что о чем мы говорили ранее то что у нас есть образовательная лицензия и после оплаты окончания курса вы получите сертификат где будет указано количество выполненных домашек и так далее также вот хотелось бы напомнить вам про самих партнеров курса сейчас я вернусь на страницу и покажу то есть основные партнеры это озон мерлеон якосир диасофт утконос без доктор видиком софт-лайн и их еще больше и во все эти компании вы сможете направить свою тему и как раз про карьерное консультирование если вы считаете что вашу заявку долго рассматривать можете напрямую написать нам на форум помощь и наши консультанты помогут вам более быстрее подать заявление на работу компании партнеры которые присутствуют на этом курсе из студентов как раз гарантированно будет направлено нашим партнером напрямую руководителям групп и мы поможем вам быстрее получить обратную связь вот наверное на этом можно заканчивать единственного еще хотелось бы уточнить по поводу резюме мы можем помочь вам заполнить заполнить за вас да или проконсультироваться с вами в том или ином моменте провести карьерное консультирование и дополнительно отправить ваше резюме напрямую о чем я уже сказал обращаем внимание что если ваше резюме открыто то видеть его может любая компания зарегистрированная у нас на сайте виде партнера они также могут связаться с вами и предложить офферы сами вот в общем наверное на этом все такая основная вся информация была озвучена и наверное хотелось бы обратиться к вам слушатели если у вас дополнительные вопросы напишите пожалуйста о них в чат павел еще небольшая ремарка у тебя сейчас висит не тот чат в котором ведется сейчас общение вот сейчас дмитрий гусев наш зритель задает вопрос сколько длится занятия дмитрий если вы прослушали этот момент я напоминаю что само занятие у нас длится полтора-два часа то есть два занятия в неделю проводится одно занятие длится примерно вот такое количество времени полтора-два да полтора-два то есть по программе у нас полтора часа заявлено но часто бывает мы задерживаемся то есть лучше ориентироваться на два часа два часа в программе еще указано это академические часы то есть обычные полтора часа но как правило все таки затягиваем ну затягивается до двух часов обычных астрономических то есть 120 минут к этому нужно быть готовым но стараемся в полтора часа пытаемся укладываться в полтора часа не всегда получается если еще какие-то вопросы подождем покажется сейчас напишет и пока если еще ждем могу вкратце рассказать вам о вариантах поступления то есть сам курс уже стартует в этом месяце стоимость его составляет 7000 рублей сам курс стартует через месяц и сейчас у нас ведется набор по предзаказу и мы собственно представляем нашим клиентам скидку в размере 20 процентов если вы вносите оплату уже сейчас также у нас есть возможность рассрочки без процентов и выплачивает наша компания напрямую от банков партнеров такие как тиньков и пост кредит все всю эту информацию и собственно заполнить заявление на рассрочку попробовать его одобрить и так далее можно на странице самого сайта вот на этой клавиши способы оплаты то есть вы либо напрямую оплачиваете либо пробуйте взять рассрочку также если бывают такие моменты что например не хотите формировать рассрочку не хотите связываться с банком наша компания предоставляет возможность разбить этой суммы на два-три месяца то есть мы делим вот эти 70 тысяч например на два месяца и в первый месяц вносит 35 и во второй еще 35 чтобы продлить доступ к обучению получается вот такие есть функции возможные оплаты еще раз напоминаю про скидку 20 процентов если успеть записаться до 10 числа пока еще есть возможность это сделать по предзаказу вот начало станете 28 августа еще раз напоминаю и по этому нашему мероприятию сегодняшнего просьба заполнить обратную связь форму ссылку я отправил в чат на будем рады если оставите свой отзыв важна очень нам обратная связь мы по итогам обратной связи корректируем курсы и программу и мероприятия как я так понимаю что просто больше нету сейчас подождем буквально пару минут также наверное сейчас отправлю в чат свои контакты чтобы люди которые нас сегодня смотрят могли напрямую со мной связаться и задать какие-то вопросы которые остались например после просмотра сегодняшнего занятия точнее ознакомление с самим курсом секундочку здесь вот я прикрепил свои контакты участники сегодняшнего обзора можете написать на напрямую и уточнить еще оставшиеся вопросы думаю что на этом можно заканчивать нашего спасибо что были с нами сегодня хорошего вечера и ждем вас у нас в рядах студентов но Продолжение следует...